всем доброго времени суток сегодняшнем видеоуроке мы с вами сделаем вот такой вот коллажек то есть девушку мы возьмем из другой фотографии и поместим на вот такой вот сказочный фон вот у нас исходник фотографии чем сложность этого коллажа в том что нам нужно выделить вот эти вот волосы видите они довольно разрозненные естественные и вот как это можно сделать быстро и легко я вам покажу в этом видео уроке итак приступаем к нашему коллажу это я пока закрою чтобы он нам не мешал мы будем работать сейчас вот этой фотографии но прежде всего давайте сделаем дубль этого кадра нажимаем на клавиатуре control g и получили дубль нижний слой мы можем вообще убрать он нам пока не нужен чтобы нам легче было это сделать давайте разобьем этот кадр на две части отдельно выделим тело и отдельно выделим голову с волосами значит берем инструмент быстрое выделение и выделяем тело девушки вот так вот мы взяли вот здесь вот можно убрать немножечко это нам не надо вот так в принципе достаточно дублируем это выделение на новый слой нажимаем на клавиатуре control g вот видите если я удалю нижний слой у нас выделилась просто тело девушки переходим снова на этот слой верхний можем отключить и теперь выделим голову голову можно выделить просто инструментом выделения я просто вот так вот выделяю чтобы у меня остались только волосы и тоже дублируем этот слой control g нижний слой я отключаю чтобы он нам не мешал и сейчас поработаем именно с вот этим слоем головы что нам нужно сделать в первую очередь мы должны перейти в каналы переходим в каналы теперь выделяем именно синий слой и зажимаем левую кнопку мыши и тянем его вот сюда вот на новый слой у нас получилось копия этого канала вот давайте с этой копии сейчас и поработаем итак мы стоим на купе и заходим изображение коррекция уровне и здесь нам нужно добиться того чтобы у нас получилось черно-белое изображение без полук тонов без каких-либо вот мы этими ползунками сейчас двигаем так чтобы получилось совершенно вот такое вот темное изображение белое и черное отдельно видите вот такого результата нам нужно добиться теперь лишнее нам нужно убрать нажимаем клавишу ok и лишнее нам нужно убрать ну давайте посмотрим что здесь лишнее во первых вот это вот остаток горы нам нужно убрать и посмотреть вот вот тут некоторые волосочки которые будут не совсем заметны и которые в общем то нам будут мешать мы выбираем кисть белого цвета с жесткими краями вот так вот ну в размер подбирайте по своему усмотрению а вот это вот мы удаляем лишнее то что нам нужно я немножечко поменьше кисточку сделаю вот тут вот посмотрим лишние волоски вот которые выбиваются тоже в общем то они нам не пригодятся ну пожалуй все теперь берем меняем цвет кисточки на черный и закрашиваем вот эти вот части которые у нас остались пробелами вот эти пробелы нам нужно сейчас закрасить это мы сделали теперь давайте зайдем изображение коррекция инверсия тут можно тоже взять белую кисточку и тоже немножечко подкорректировать так достаточно будет теперь мы стоим на копии канала и нажимаем вот эту кнопку загрузить выделенную область вот у нас выделенная область загрузилась теперь мы нажимаем вот здесь канал от жб а то копию которая у нас была мы прячем теперь нам нужно уточнить край нашего выделения для этого у нас должен быть нажат инструмент выделение и вот это вот кнопочка нажимаем ее уточнить край значит смотрим что у нас здесь получается сначала посмотрим умный радиус мы можем подвигать вот этот движок и посмотреть что получается вот можно его почти до максимального состояния вот так вот подвинуть здесь вы можете подвигать вот эти движки посмотреть как будет лучше вот можно сгладить можно растушевать можно контрастность увеличить можно край сместить это уже на ваше усмотрение видите как меняется все обязательно вот здесь нужно поставить галочку очистить цвет и посмотреть что получается можно взять курсором вот здесь вот немножечко убрать цвет вот мне кажется так достаточно разве что контрастности в общем это все на ваше усмотрение будете смотреть по своей фотографии вот я думаю вот этот результат нас устроит когда вам все понравилось вы нажимаете кнопочку ok и у нас появилась вот такая выделенная область без фона переходим снова в слои включаем слой с туловищем вот что у нас получилось отодвигаем немножко девушку и теперь мы можем просто добавить сюда фон может быть нам захочется подвинуть девушку в какую-нибудь сторону поэтому я предлагаю вам все таки объединить эти два слоя туловище и головы для этого зажимаем клавишу shift и выделяем те слои которые нужно объединить теперь нажимаем правую кнопку мыши и выбираем объединить свои вот свой девушка у нас объединен мы можем двигать ее куда угодно но теперь давайте добавим сюда наш фон вот он я выбираю инструмент перемещения зажимая левую кнопку мыши и перетаскиваем на нашу фотографию это можно закрыть здесь мы немножечко подвигаем может быть нужно будет применить трансформацию редактирование трансформирование масштабирование и вот так чуть-чуть мы ее увеличим чтобы у нас края все заполнились нажимаем клавишу enter чтобы применилась трансформация и теперь перемещаем этот слой вниз под девушку зажимаем левую кнопку мыши и просто тянем под слой с девушкой здесь становимся на слой с девушкой и немножечко ее подвинем ее тоже можно немножечко увеличить потому что у нас немножко обрезана здесь голова поэтому мы заходим в редактирование трансформирование масштабирование и немножечко нажимаем клавишу enter и теперь можем подвигать ее туда куда нам нравится вот пожалуйста ну вот в этом месте она пожалуй будет хорошо смотреться вот такой достаточно легкий урок и очень мне кажется действенный способ выделения волос итак мы с вами сегодня научились выделять волосы точно таким же способом можно выделять листики и травинки может быть цветочки какие-то тонкие линии на этом наш урок окончен всего вам доброго до новых встреч